Жители 12 алтайских сел могут остаться без медицинской помощи. Причина – угроза срыва строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Эта проблема оказалась в центре внимания активистов Общероссийского народного фронта. Они оценили состояние ФАПа в более чем в 30 малых селах и пришли к выводу, что в некоторых из них фельдшерско-акушерские пункты находятся либо в аварийном состоянии, либо и вовсе отсутствуют. При этом в марте этого года краевое подрядное учреждение заключило контракты на возведение медпунктов в шести селах края. Указанный срок – до сентября. Но из-за срыва сроков пять соглашений в итоге были расторгнуты. К тому же региональные власти еще не завершили проведение конкурсов по формированию планов на строительство. Пока из 12 сел к возведению ФАПов готовы только три. По одному – в Топчихинском, Черышском и Алтайском районах. При этом из планов исключили Барнаульский, Березовку и Новомихайловку. Ответственным, по большому счету, перед Федерацией за реализацию мероприятий является региональный Минздрав. Но фактическим исполнением по процедуре размещения заказа является подведомственное учреждение Минстройтранса Алтайского края. Наверное, где-то в этой российской организации, собственно, и кроются основные причины. Но в любом случае в этой ситуации люди не должны быть заложниками. Добавим, к 2020 году по распоряжению президента в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек должны быть созданы врачебные амбулатории. И если крайний выполнит задачу по возведению медпунктов, то выделенные средства он обязан вернуть в федеральный бюджет. Продолжение следует...